Трасса 101 Приветствую, в эфире Трасса 101. Меня зовут Владимир Сметанин. В путь. В следующем году у водителей, попавших в незначительное ДТП, появится возможность зафиксировать его через интернет, без вызова сотрудников ГИБДД. Ожидается, что на первых порах новая услуга будет доступна только для москвичей. Напомню, что оформление аварии по так называемому Европротоколу было узаконено в нашей стране в 2009 году. Под данную схему подпадают ДТП с участием не более двух автомобилей, без пострадавших, когда один из водителей полностью признает свое вино, а совокупный ущерб не превышает 25 тысяч рублей. Однако Европротокол у нас не прижился из-за боязни водителей сделать что-то не так, из-за чего страховая компания в дальнейшем откажет в выплате. Наш слушатель, автомобилист Евгений, хотел бы обучать вождению других, то есть стать автоинструктором. Что для этого нужно, интересуется Кировчанин, ответит специалист по подготовке водителей Алексей Куйков. Для того, чтобы стать мастером производственного обучения вождению, водителю определенного транспортного средства, то есть определенной категории транспортных средств, следует иметь как минимум трехлетний стаж вождения. Обратиться в сцену по переподготовке преподавательских кадров, такой у нас находится на лице Кирпичной на базе 13-го училища, еще есть филиал. Заплатив соответствующую сумму, он проходит двухнедельный курс, дает определенные зачеты, пишет реферации, ему выдается филис, от 5 лет он имеет право работать мастером. Через 5 лет надо, естественно, подтверждать свою квалификацию. Если разрешат работники ГИБДД оборудовать автомобиль в качестве учебного, поставить в автомобиль сертификационные учебные педали, наклеить знак учебного автомобиля или поставить его на крышу и иметь дополнительное зеркало. Добавлю, также обязательным условием является наличие образования не ниже среднеспециального. Если у вас есть вопросы юристу, сотрудникам ГИБДД или другим специалистам, звоните в нашу редакцию 708-502. У Chevrolet Niva нового поколения, которое начнет выпускаться в 2015 году, будет несколько модификаций, в том числе с передним приводом и автоматической коробкой передач. Вместо 80-сильного мотора объемом 1,7 литра, машину оснастят двигателем 1,8 литра, мощностью 135 лошадиных сил. Дизель пока не планируется, сообщают представители совместного предприятия GM-АвтоВАЗ, но в будущем он вполне возможен, конструкция автомобиля позволяет. Ожидается, что новая Chevrolet Niva будет дороже на 10-15%. Сейчас стоимость автомобиля колеблется от 450 до 550 тысяч рублей. Трасса 101. Среди водителей можно нередко встретить поклонников одной автомобильной марки. К таковым принадлежит депутат областного законсобрания Валерий Турула. Только Рено начали у нас появляться машины и порекомендовали мне Рено Логан. Истинные друзья-товарищи сказали, ладно, Николаевич, мы тебе скидки все сделаем, отдали мне ее по себестоимости. Салон вообще ничего на ней не заработал. Когда я уходил от лобового столкновения, я думаю, что наша машина бы не выдержала той ситуации, которую выдержала Рено Логан. Когда ставился вопрос, чего покупать, ребята там предлагали различные варианты. Опять же, предприниматели собирались. Давай мы тебе купим Лексус. У нее, ребята, давайте так. Жизнь мне спасла Реношка, я Реношку и буду брать. Я стал системным любителем, который, в общем-то, преклоняется перед маркой Рено. Fluence, которая сейчас у меня, она по цене-качеству, опять же, соответствует ожиданиям. По объему двигателя может быть маловато. 106 лошадей у нее для 1600 объема. И опять же, ребята сделали скидку хорошую. На этом все. До завтра. Трасса 101. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова